Сегодня мы погрузимся в удивительный мир реки Амударья – жизненно важного водного ресурса Центральной Азии, который играет ключевую роль в экосистеме, экономике и культуре региона. Амударья, как и многие великие реки мира, имеет свою уникальную историю и географические характеристики. Начинается она в живописных горах Тяньшаня, где сливаются две реки – Пянш и Вахш. Эти реки берут свое начало в высоких горных массивах, где сосредоточены значительные ледниковые запасы. Становясь Амударьей, река начинает свой долгий путь через Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан, проходя более 2400 километров. Бассейн Амударья охватывает площадь около 535 тысяч квадратных километров. Это одна из крупнейших рек Центральной Азии, и ее водосборный бассейн включает в себя множество притоков, которые вносят свой вклад в общий объем воды. На своем пути река пересекает разнообразные природные зоны – от зеленых горных лесов до бескрайних пустынь, Каракумы и Кызылкум. Эта географическая разнообразность создает уникальные экосистемы, полные жизни. Тем не менее, река сталкивается с серьезными экологическими вызовами. Изменения климата, такие как повышение температуры и уменьшение ледниковых запасов, а также неэффективное использование водных ресурсов приводит к сокращению потока воды. Это негативно сказывается на флоре и фауне, которые зависят от этого жизненно важного источника. Растительность вдоль реки удивительно разнообразна. В болотистых и увлажненных участках можно встретить тростник, осоку и камыш, которые служат убежищем для множества видов животных. Эти растения играют важную роль в экосистеме, очищая воду и предоставляя место для размножения водоплавающих птиц. В более сухих зонах произрастают саксаул и тамариск, которые способны выживать в суровых условиях пустыни. Эти растения не только являются ключевыми элементами экосистемы, но и помогают предотвратить эрозию почвы, сохраняя биоразнообразие. Что касается фауны, то река Амудария – это дом для редких и уязвимых видов. Например, бухарский олень, занесенный в Красную книгу, полагается на речные экосистемы для выживания. Здесь также обитают различные виды рыб, такие как сом и лещ, но, к сожалению, их численность резко сократилась из-за загрязнения и чрезмерного вылова. На берегах реки можно увидеть многообразие птиц, включая уток, фламинго и ястребов, которые зависят от здоровья экосистемы Амударии. Амудария – это не только экосистема, но и важный ресурс для местного населения. Река обеспечивает водой для сельского хозяйства, где возделываются основные культуры, такие как хлопок и пшеница. Водные ресурсы также необходимы для орошения, что особенно важно в условиях жаркого и засушливого климата региона. Местные сообщества также зависят от рыболовства как источника средств к существованию. Однако загрязнение и истощение ресурсов создают серьезные вызовы для жизни людей, зависящих от этой реки. Но, несмотря на все трудности, надежда все еще есть. Страны региона начинают осознавать важность устойчивого управления водными ресурсами. В последние годы были запущены множество экологических инициатив, направленных на восстановление экосистемы реки. Проекты по очистке вод, восстановлению природных местообитаний и улучшению качества воды становятся все более актуальными. Амударья – это живая история, которая отражает взаимодействие человека и природы на протяжении веков. Заботясь о реке, мы не только сохраняем ее экосистему, но и обеспечиваем будущее для многих людей, которые зависят от этой уникальной водной артерии. Сегодня, когда мы говорим о будущем реки, нам стоит задуматься о том, как мы можем помочь в ее восстановлении и поддержании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь своими мыслями в комментариях.